Продолжаем законы запрещенных действий на шаббат. Действие третье, млаха третье, млехет куцер. Это то, что нельзя срезать. Все, что растет в земле, мы знаем, срезать шаббат нельзя. Где-то использовали в мешкане. Мешкане использовали для того, чтобы срезали разные травы, чтобы из них делать красители для занавесей в бета-микдашах. Говорит Арахатак. Человек, который срезает любую вещь, будь это пшеница, виноград, оливки, любые фрукты, если он сорвал с дерева, нарушил запрет поторе куцер. Человек, который сорвал что-то своей рукой, или просто взял дерево и покачал его хорошенько, чтобы плоды с него упали, нарушил этот запрет поторе куцер, срезание урожая с земли. Дальше говорит Арахат. Человек не имеет права срывать даже из горшка, который у него дома стоит, с цветами или еще чем-то, и даже нет там отверстия снизу, нельзя оттуда вырывать листочки или что бы там ни было. Дальше говорит Арахат. Человек не имеет права брать этот горшок, который у него есть, и переставлять с одного места на другое в шаббат, даже если в этом горшке нет отверстия. Теперь, когда в горшке есть отверстие, даже он на 10 этаже считается, как будто это растение, которое в этом горшке цветочном находится, растет из земли и питается от земли. Когда нет отверстия, немного легче, но все равно, как бы там ни было, Аллаха говорит, какой бы горшок ни был, с отверстием или нет, ни срывать оттуда нельзя, ни переносить его нельзя. Но, говорит Аллаха, интересный закон. Человек, у которого было, скажем, дерево яблок, и он срезал ветку с яблоками до шаббата. Шаббат с этой ветки имеет право яблоки срывать или нет, так как она уже отрезана от дерева, имеет право эти яблоки шаббат срывать. Дальше говорит Аллаха, но это опять же ножом, иметь не ножом, не ножницами, а только руками. Дальше говорит Аллаха, адасим, которые мы используем на суккот, они приятно пахнут. Что если я прохожу мимо дерева, у которого эти адасимы, они приятно пахнут? Имею право сказать благословение и понюхать на шаббат? Аллаха говорит, имею право. Но этрок, который тоже приятно пахнет, или яблоки, которые приятно пахнут, если я прохожу мимо такого дерева, на шаббате я не имею права благословлять и нюхать их, пока они на дереве. Потому что опасение того, что я могу его съесть, потому что адасим, эти веточки, мирты никто не ест. Поэтому мы не опасаемся, что я его сорву. Но этрок и яблоки, они для еды, поэтому опасаемся, что человек может их сорвать для того, чтобы съесть. Дальше говорит Аллаха, человек не имеет права залезать на дерево на шаббат, не имеет права облокачиваться на дерево на шаббат, что-то положить или что-то убрать с дерева на шаббат. Запрещено любое пользование деревом на шаббат. Мудрцы постановили из-за опасения, что человек может сорвать веточку или листочек с дерева, забыв, что сегодня шаббат. Также говорит Аллаха, человек не имеет права использовать животных на шаббат, то есть на них ездить, на них что-то переносить, положить. Почему? Опять же опасение, как погоняют животных, веткой бьют их, поэтому опасались мудрцы, что у человека не будет такой веточки, и он, неумышленно забывшись, сорвет эту веточку. И этот запрет действует даже там, где нет деревьев. Человек в пустыне находится, нет там деревьев, ничего не сорвет, запрет, который постановили, есть этот запрет. Дальше говорит Аллаха, человек в шаббат имеет право ходить по траве, будь она сухая или будь она влажная. Человек имеет право лежать на траве на шаббат, человек имеет право постелить покрывало или одеяло на траву на шаббат и лежать на ней, но должен быть очень внимательным, чтобы не забывшись, не сорвал оттуда эту траву. Или когда ходит, не ходит так, чтобы специально, высоко поднимая ноги, ноги сорвать эту траву. Если горшок с цветами, с дыркой, функция, как трава, которая напрямую в земле, горшок переносить нельзя, сорвать нельзя. То есть так Аллаха говорит. И последнее Аллаха говорит так, У человека есть улей, в этом уле есть мед, или есть пчелы, там есть мед, он не имеет право этот мед, вот эту сетку, в которой мед есть, брать оттуда на шаббат, потому что он похож на того, кто вырывает что-то из земли или из дерева. Амин, амин.